Здравствуйте! Вы смотрите программу В Движении. Меня зовут Равит Гор, и наш сегодняшний выпуск посвящен положительной стороне самоизоляции во время карантина. Яркий тому пример – наша соотечественница из Германии Лидия Валента. Популярная джазовая певица, музыкант и автор писен. Она расскажет, как прошедшие недели повлияли на ее творчество. Так, уважаемые зрители, с нами на связи из Дрездена Лидия Валента. Добрый день! Приветствую вас! Здравствуйте! Расскажите вкратце для начала, какая ситуация у вас в связи с эпидемией коронавируса в вашем городе и в целом Германии? Ну, ситуация у нас, мне кажется, такая же, как и во многих демократических странах. У нас сейчас, как вы видите, основное занятие – это занятие дома в домашних условиях. Мы, естественно, можем выходить гулять, мы можем передвигаться в районе 15 километров, нам разрешено. Нам не разрешено, естественно, встречаться с людьми, которые не живут в кругу семьи. А так мы можем выходить только за покупками и только погулять. Мы, естественно, можем заниматься индивидуальным спортом, можем находиться на свежем воздухе, как я уже сказала. Но мы очень ограничены, конечно. Так же, как и вы. Нет, к сожалению, если сравнивать с Москвой, с Московской областью и с другими странами, у вас очень хорошие условия, потому что вам можно гулять, вам можно выходить далеко, а нам сейчас без пропусков уже нельзя выходить. Да, но, естественно, детские площадки у нас все закрыты, и все, что касается какого-то индивидуального передвижения на автомобиле, то мы можем передвигаться только очень на малом количестве, на малом пространстве. Да, но нас здесь очень штрафуют. Можно получить до 600 евро штрафа, если тебя вдруг застали с кем-то, сидящим на террасе и выпивая лимонад. Лидия, за то время, пока Амира находится на карантине и изоляции, вы успели выпустить новый диск со своими песнями на русском языке. Расскажите немножко о нем, как он называется, какие песни туда вошли, что вас вдохновило и какая тема у этого диска. Официальный выпуск альбома так и не состоялся пока что, и, кстати, из-за карантина, потому что планировался официальный выпуск альбома, это мой первый альбом на русском языке, я должна сказать. Планировался он 8 марта как подарок всем женщинам, но потом его отложили на 21 марта, но потом уже 21 марта мне пришлось сделать официальное заявление, что концерт, который посвящен выходу компакт-диска и который должен был пройти в Москве, к сожалению, отменен, так же, как и многие мои другие концерты, которые пришлось сейчас на это время отменить. Русский этот альбом называется «Облака». То, что вы говорите об идее, идея этого альбома очень интересная. Я долго сотрудничаю уже с одним российским поэтом Владимиром Исаевичевым, у меня на его стихии был уже написан цикл песен. То есть в этом альбоме вы выступили как композитор и исполнитель, а автор еще раз назовите, пожалуйста. Автор – это Владимир Исаевичев, это российский поэт. Владимир Исаевич. Да, российский поэт. Мы уже люди, которые часто слушают радио «Русский мир», и те, кто смотрит передачи «Русского мира», уже знакомы с моим творчеством, потому что много песен уже звучало на радио в волнах фонда «Русского мира». Жанр в нем очень интересный. Вообще люди привыкли меня слышать в таком джазе, в джазовом стиле или в стиле поп-джаза или легком блюзе. Этот альбом, так как он у меня вышел на русском языке, я решила сделать немножко другим. Это альбом, в котором я показала, насколько могут быть соединены различные жанры. Жанры французского шансона, русского романса, бразильской бусановы, аргентинской мелонги 300, американского блюза, немецкого шлягера. Это получился великолепный альбом, и поэтому я уже об этом говорила, когда представляла и делала предпремьеру этого альбома в Москве, в Большом зале ЦИДРИ, Центрального дома работников искусства, 29 января. Я услышал, что это ваш первый альбом на русском языке. А почему именно сейчас и почему только сейчас? У меня всегда есть какие-то внутренние весы, когда я говорю так, если я читаю английскую книгу, я должна обязательно сейчас начать читать и русскую, если я читаю русскую книгу на русском языке, я должна обязательно что-то прочитать на немецком. Это меня дополняет, это меня, может быть, держит в каком-то балансе. Мне это очень нравится. И сейчас пришла не просто идея, а сейчас пришла уже надобно сделать альбом на русском языке, потому что меня очень многие спрашивают, где, почему? Ты всегда на бис, поешь песни на русском. Несмотря на то, что ты находишься в европейских странах и делаешь концерты в Европе, всегда, если тебя просят петь на бис, ты всегда поешь на русском языке. Где? Где уже, наконец-то, твоя пластинка на русском? Мы с Владимиром Николаевичем Исаевичем, мы сказали, это было в декабре месяце, он присутствовал на моих джазовых сессиях, на моих джазовых концертах, которые я делала в России с моей группой. Он мне тогда сказал, Лидия, может быть, давай мы уже закончим наш цикл, который мы начали. Как ты на это смотришь? Я говорю, я не только на это положительно смотрю, у меня уже огромное количество идей, очень много эскизов. Я уже выбрала тексты из сборников стихов, которые я бы хотела озвучить, которые я бы хотела принести через себя и показать это российскому и, может быть, русскоязычному зрителю, несмотря на то, где он находится, в России или за рубежом. А теперь будем завершать нашу беседу, еще не совсем, еще несколько минут, но все-таки вернемся к эпидемии, коронавирусу. Как это влияет на ваше творчество? Вот вам, наверное, приходится больше находиться дома, это как-то повлияло на ваш рабочий процесс? Я смотрю, у вас все оборудовано, если это ваша рабочая комната, то у вас синтезатор и гитара вроде слева стоит. Да, да. Я очень хорошо, конечно, оснащена дома, потому что в основном я пишу все дома, я занимаюсь дома. Как это повлияло на мое творчество? Честно сказать, я бы могла мыть. Могла бы, конечно. Вот, отменили концерты, отменили мероприятия, отменены все поездки, интервью, все отменено, все. Я могла бы лечь, так закрыться с одеялом, одеялом закрыться с головой, сказать, все, я в полной депрессии, все пропало. Гонорара нет, ничего нет. Но я понимаю, что мне дан вообще очень большой шанс сейчас, во-первых, обработать то, что у меня когда-то было в долгих ящиках, и их можно сейчас достать, эти новые, по-новому взглянуть на старые идеи, которые у меня уже были. И у меня есть, я его называю это место, мой бодуар, потому что я здесь могу закрыться, я здесь могу распиваться, постоянно рождаются у меня новые идеи. Я воспринимаю это время как большой подарок. У меня есть музыкальная студия, я там могу все записать. Это маленькая студия, она тоже дома, все в домашних условиях сейчас делается. Ну, я очень благодарна этому времени. И благодарна тому, что я и вся моя семья здоровы, что я могу заниматься этим творчеством. В целом сейчас о том, как вообще немцы воспринимают вот эту ситуацию. Ваши друзья, знакомые, их что-то тревожит, люди спокойно воспринимают напасть, которая свалилась на нас всех, или есть какие-то тревоги у людей. Люди проявляют такой фатализм или нет? Как ваше окружение переживает эпидемию? Мое окружение по-разному принимает эту ситуацию. Многие воспринимают ее так же, как и я. И говорят, что они очень рады, что они могут спокойно творить. Потому что, вы сами понимаете, у меня очень много друзей, которые творят, музыканты, художники, певцы. Некоторые очень по-бунтарски относятся ко всему этому, потому что люди не привыкли сидеть дома, им надо все время схватиться за гитару или за флейту, за какой-то инструмент, им нужно обязательно выйти на балкон, начать что-то играть. Они не привыкли сидеть дома, они привыкли гастролировать, они привыкли к публике. И им очень тяжело находиться в запертии, в четырех стенах. Стены на них давят. Самое главное, что ситуация, в которой мы находимся, она не должна нас всех злить. Дело в том, что мы должны просто по-другому взглянуть на эту ситуацию. Это наше отношение к этой ситуации. Потому что нам сейчас ничего не поменять. Единственное, что нам можно сейчас сделать, это посмотреть, что мы можем сделать самими собой. Может быть, некоторые из нас должны сесть на диету. Я не имею в виду диету в плане начать худеть или перестать как-то питаться. Нет, я имею в виду даже какую-то моральную диету, ментальную диету. Может быть, избавиться от какой-то злой привычки. Может быть, избавиться от большого количества употребления гаджетов. Не знаю, не хочу никому давать никакие советы. Но я для себя сделала режим. Что мне сделать, в какое время дня. И чтобы, может быть, уделить время не только себе, но и уделить время родным, близким. И в связи с этим, какие у вас планы, когда это все закончится? Вот первым делом, что вы станете делать? Измените этот режим, который вы себе сейчас установили? Или кардинально поменяете свою жизнь? И тот процесс, который у вас был налажен, творческий процесс, вашим? Я должна сказать, что жизнь я свою уже изменила. Я, может быть, с какой-то другой стороны стала смотреть на сегодняшний день. Потому что, как я уже сказала, я всегда жила планами. Планы были сделаны, и планы должны были состояться. Я именно на какую-то определенную дату, в какой-то определенный момент к ней шла и к ней работала. Сейчас я живу в настоящий момент, сегодняшним днем. Я пытаюсь этот день полюбить. И я знаю то, что в 7 часов вечера я посвящу вечер моей семье. Я с ними буду играть в настольные игры или, может быть, посмотрю какой-то хороший фильм. Я знаю то, что я перед сном возьму книжку, которую я очень давно уже хотела прочитать, и времени на это не оставалось. И я знаю то, что я очень люблю готовить. И я сегодня обязательно что-то вкусное, ну, что-то очень простое, наверное, приготовлю для того, чтобы это не занимало опять-таки большое количество времени. Я попытаюсь привлечь в процесс мою семью, потому что я живу не одна. Буду жить сегодняшним днем. Ну, не спать завтра. Да, несмотря на то, что вы сказали, что не хотите давать никому советов, может быть, все-таки один или два небольших совета вы дадите тем нашим зрителям, которые сейчас сидят в строгой самоизоляции у нас в стране, в России, смотрят нашу передачу. Как ему справиться с, может быть, одиночеством, может быть, с необходимостью сидеть в четырех стенах в советы творческого человека? Чтобы совет, который я хочу дать как творческий человек, это, может быть, мне помогает пару минут скуки. Потому что когда человек начинает скучать, когда у него появляется какой-то момент скуки, он становится творческим. У него, я не знаю, может быть, вы заметили, когда дети говорят, что им скучно, а они вот пять минут, десять минут, им, может быть, полчаса скучно, а потом они что-то для себя находят, чем бы себя им занять. Самое главное им не мешать в этом. Они потом вот приходят к какой-то такой непонятной идее на первый момент, которая потом у них превращается в очень интересный проект. Может быть, найти в себе какую-то новую, ну, новую какую-то часть самого себя. Ну, мне, конечно, легко давать совет, вы сами понимаете, но с другой стороны это сложнее всего. Лидия, я вас благодарю, мне было очень интересно с вами общаться. Я надеюсь, нашим зрителям было также интересно слушать нашу беседу. Здоровья вам, благополучия, не только вам, но всей вашей семье и вашим родным. Ну, пусть эта зараза минует нас, и мы никогда не узнаем, что такое этот коронавирус на себе. Да, спасибо. Приходите на мои концерты, следите, самое главное следите, я уверена, что я скоро вас смогу порадовать. Те, кто здоров, оставайтесь здоровыми, и вам тоже, прежде всего. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok